остров сахалин самый большой и загадочный остров в россии с каждым годом привлекает все больше и больше туристов и это неудивительно несмотря на удаленность от центральной россии сахалин притягивает к себе любителей насладиться нетронутой природой желанием получить порцию ярких впечатлений увидеть этот далекий и удивительный край край ни на что не похожий с его уникальными природными красотами сделать фото на фоне визитной карточки острова и сказать всем это уже мое второе путешествие на остров сахалин если кто не видел первую серию то настоятельно рекомендую посмотреть сначала ее а потом уже возвращайтесь сюда надеюсь что все мои задумки сбудутся и погода не подведет и все будет хорошо рейс камчатки до сахали на прямой цена 5640 рублей надо учесть что самолет летит только выходные воскресенье и летом петропавловский наш полет по традиции остановлюсь в гостевом дворе третья пать для постояльцев трансфер в аэропорт бесплатно заселился в гостевой двор третья пать мой номер стоит 1900 рублей здесь есть большая кровать и двухместная телевизор стол со стульями холодильник мини-бар душевая на территории мангальная зона и гриль домики здесь можно арендовать беседку для большой компании все до шашлыка есть беседка отапливается можно посетить банный комплекс отдохнуть не только телом но и душой любители экстремальных видов спорта могут испытать себя за рулем квадроцикла свежие огурцы и помидоры со своей грядки завтрак входит стоимость проживания в выходной день шевецкий стол мы приехали из хабаровска для того чтобы отдохнуть от суеты рабочих будней приехали на сахалин полюбоваться природой попутешествовать планируем посетить маяк а него заселились в гостином дворе третья пать нас встретили трансфером из аэропорта и вот мы здесь второй день лично проводим время позавтракали мы прибыли на место поселок новикова отсюда стартуют все лодки с туристами мы немножко запоздали но ничего страшного догоним отсюда мы идем на лодке от полутора до двух часов в пути здесь старые японские пирс времен карафута понятно уже разрушен ну что я на маяке вот он какой красавец столько много чаек маяк они вам один из самых труднодоступных маяков в россии маяк был установлен в 1939 году на небольшой скале сивучья скалистого мыса а него японское название маяка накоси ритоком мисаки что в переводе означает маяк на мысе а него теперь задача подняться по веревкам и вверх чайки кричат защищая своих пинцов на маяке могли разместиться 12 человек в комнатах были двухъярусные кровати ниши для вещей а свет сюда попадал через иллюминатор на шестом этаже было складское помещение на седьмом размещалась пневмо сирена восьмой этаж отвели под хранилище горючего а на самом верхнем этаже располагался вращательный механизм по типу часового здесь вот такая узкая винтовая лестница можно подняться на самом верх вот такой здесь хлам в центральной части башни проходила труба гиря весила почти 300 килограмм ну что ребята я на самом верху я конечно много видела фото и видео с этого места но вживую это видеть совсем другое зрелище для того чтобы осветительный прибор вращался его нужно было заводить каждые три часа его свет был виден на расстоянии до 35 километров смотрители служили на маяке посменно по 4 человека маяк спроектирован японским инженером миару синобу в советское время маяк работал на дизельных генераторах и резервных аккумуляторах в 1990 году персонал со службы сняли и маяк перевели в автоматический режим к сожалению в 2006 году маяк был заброшен и разграблен мародерами маяк находится сейчас в плачевном состоянии постройку давно захватила природа этажи и комнаты маяка облевывали чайки фасад полуразрушен от сильных ветров и штормов а металл изъеден ржавчиной но как раз это и привлекает сюда туристов строим материалы сюда доставляли на японском судне рошумару ребята я на краю земли из-за локации и окружающих природных красот башня на скале сивучая включена наше новый географик в топ 5 самых красивых маяков в мире маяк анива загадочное место находится на стыке двух морей японского и охотского моря несмотря на всю внешнюю суровость сюда на это место хотят попасть сотни туристов со всего мира тут царит дух приключений и романтики сахалин он встретил меня дождем ну да ладно будем действовать по плану я сейчас нахожусь в городе корсаков смотровая площадка для передвижения по острову я взял машину в прокат рекомендую взять машину в прокат дороги есть конечно не везде есть асфальт но проехать можно в любой населенный пункт а если ехать в лес то конечно взять внедорожник я прибыл в город Невельск добирался на авто два часа заселился я в съемную квартиру цена 2 800 сторговался на 2 500 еще плюс залог 1000 рублей завтра наверное пойду уже в хостел далее уже освободится мой номер и я поеду лучше в третью пать мне там больше нравится и трансфер и завтрак включен здесь у меня холодильник, плита, микроволновка но в принципе готовить я не буду завтра ранний подъем сейчас 7 утра в 8 я ухожу на остров Манерон выходим на остров Манерон 10 человек туристов рассаживаемся и вперед вот такие требования нужно одеть шлем, каску потому что там камнепад пройдем метров пятьдесят и снимем остров Манерон единственный морской природный парк в России находится в татарском проливе 55 километров от порта города Невельск остров природный вулкан потухший давным-давно и по всей видимости навсегда остров поражает живописными ландшафтами скалистыми берегами отвесными скалами и гротами остров Манерон остров Манерон это в целом жемчужина России это место с уникальным климатом особенно для Сахалинской области и в целом для Дальнего Востока это уникально, так как это субтропический климат а климат такой появился благодаря воздействию цисимского течения которое проходит вблизи острова Манерон благодаря чему появляются уникальные субтропические животные и растения в водной среде которые есть только на острове Манерон и также наземные например, там шелковицы которые есть только на острове Манерон в субтропическом климате это один из показателей субтропиков передвижение по острову строго по деревянным помостам чтобы не навредить природе долгое время остров был закрыт для посещения благодаря этому восстановились многие популяции редких видов животных остров очень привлекательен для туристов но из-за труднодоступности и статуса особо охраняемой природной территорией попасть сюда очень трудно и очень дорого зимой в чем проблематичность попасть на остров что это все-таки навигация и маломерные суда в период там с 15 апреля по 15 ноября они не могут в это время посещать остров Манерон потому что закрыта навигация в то время вот допустим еще в чем отличие что в апреле очень тяжело добраться до острова опять таки шторма так же как и в ноябре тяжело добраться до острова а в целом вот в мае у нас уже были группы которые приезжали мая июнь июля август на любое время года можно найти конечно себе увлечение главное добраться туда а добраться это проблематично из-за вот из-за закрытия навигации можно сказать что нам очень повезло не только с погодой но и то что мы сюда попали на остров потому что официально остров открывается только после 25 числа обычно сюда приезжают на двое суток ночуют в этих домиках но домики закрыты потому что не сезон прибрежная территория острова зачастую привлекает сюда туристов дайверов со всего мира чистейшая прозрачная вода практически достигает до глубины 20-40 метров можно полюбоваться рыбками морскими ежами обилием морских животных которые можно увидеть лишь в зоопарке совершенно потрясающие подводные сады для посещения конечно острова самые оптимальные условия это июль август лучше даже август тогда более спокойная погода проще добраться до острова в том числе уже все расцветает большое разнообразие растений животных уже в этот период и самое излюбленное наверное для всех дайверов так как сейчас остров открыт для дайверов что в это время можно понырять и температура воды 20-24 градуса плюс прозрачность воды которая до 30 метров что уникально для дайверов очень привлекает и если один раз побывали дайверы на острове то возвращаются на Усе июль-август здесь конечно хорошо такой большой городок есть столовая площадь такая смотровая я очень хотел здесь побывать переночевать ночку и встретить рассвет но жаль что не работает пока ничего Манерон единственное место в России где встречаются моллюски-гариотисы которых часто называют еще морскими ушками вот это точно красиво посмотри какая сдырчатая ну у меня Мишка обрадуется вот это прям красиво ну Голиотис это наш моллюск тоже специфичный именно для острова Манерон потому что в России можно встретить только у побережья острова Манерон и считается что попадает он туда благодаря опять таки Цусимскому течению который просто заносит его вблизь острова Манерон и там он уже спокойно проживает мясо этого моллюска ценится на вес золота например в Китае это очень дорогой моллюск на острове Манерон его конечно никто не изымает из водной среды ну кроме животного происхождения то есть там когда рыбы птицы это понятно что они там используют его для питания а так в целом Голиотис есть вот только на острове он используется в пищу для животных а также из раковин в многих других странах делают украшения потому что изнутри он переливается жемчужным цветом и некоторые используют его украшения делают серебряные украшения с таким уникальной ракушкой Голиотис Голиотис или морское ушко Манерон небольшой остров всего две крупные речки река Усова и река Манерон стекает с гор Остров Манерон Рядом с островом Рядом с островом находится лежбище сивычей их можно наблюдать в естественной среде обитания У нас камчатцев конечно сивычами не удивить у нас они прямо в центре города ну да теперь у нас по плану морская прогулка мы на резиновой лодке пошли пошли к гротам мы сейчас внутри грота очень глубокие Больше всего мне понравились сивычи и грот я в восторге вообще такие красоты и думаю что конечно я поняла почему японцы так хотят эти острова потому что здесь бесподобные конечно у них мечта осталась на всю жизнь но не отдадим катер бенето антарес это его название мы на нем возим туристов до заповедного острова под названием Манерон который находится на территории Сахалинской области в Невельском районе кроме того мы совершаем в акватории Манерона рыбалку на тропическую рыбу такую как тунец лакедра махи махи в общем любое ваше желание можно исполнить на этом катере в том числе добраться до самого желаемого острова Манерон как правило мы отходим на остров Манерон очень рано часов 8 утра для того чтобы на гостях не сказался тяжелый переезд мы им всегда предоставляем возможность арендовать наш дом отдыха который вот расположен рядом с причалом рядом с катером для того чтобы посетить баню хорошенько отдохнуть и на следующий день уже отправиться на остров Манерон у нас прогулки на Манерон совершаются в рамках одного дня но также можно отправиться на остров Манерон и прожить там около четырех дней это будет актуально для тех кто любит заниматься дайвингом кто любит самостоятельно изучать остров и кому требуется больше времени для того чтобы насладиться всей красотой погрузиться под кристальную чистую воду и с комфортом и удовольствием провести свое время на острове так он что и заселился переночую и завтра в другое в разу в третью пати Нивельское лежбище Сивучи одно из трех мест в мире где Сивучи живут в черте города наблюдать за дикими животными можно с лодки атмосферное Академия Крыльев 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 Сегодня компанию мне составит Мария. Мария – ютуб-блогер, живет на Сахарине уже почти два года и покажет мне достопримечательности. Первый наш рубеж – это Клоковский водопад. Погнали? Да. В поселке Взморья на обед себе взяли самого большого камчатского краба. Краб уже готов к употреблению. Водопад расположен на рече без названия, недалеко от мыса Клокова. Отсюда и название – Клоковский водопад. Высота водопада 49 метров. Насчитывает три ступени. Мы приехали на точку, откуда начинается пеший маршрут на грязевой вулкан Пугачевский. Обязательно надели сапоги, потому что и будем идти по болоту. Уровень сложности легкий. Кто пойдет на вулкан Магунтан, обязательно одевайте резиновые сапоги высокие, а то болото. Ну что, ребята, мы добрались до грязевого вулкана. Добирались сюда 40 минут. Шли не спеша, разговаривали. Грязевой вулкан Магунтан, что в переводе с языка «Айн» означает «северное селение». Второе его название и более популярное – Пугачевский. По одноименному названию ближайшего населенного пункта и железнодорожной станции. Пугачевский грязевой вулкан не представляет собой вулкана в нашем обычном понимании. Это группа вулканов с огромным грязевым полем, диаметром 4 километра. Магунтан с высоты похож на глаз великана. Мы тут лежали просто, ты понимаешь, что это пляжи, ну, не каннские, конечно, но все же очень, да, что такое сахалинский колорит. И еще лужица нам булькнула пару раз, поэтому вообще довольная. Нам все нравится. Ты смотри, как можно. Самое крупное извержение последних лет произошло здесь совсем недавно, 17 лет назад, в 2005 году. Струи грязи выплескивались на уровень выше десятиэтажного дома. Потоки были настолько мощными, что валили деревья. Из недри земли стоял такой грохот и гул, подобный звуко-реактивному двигателю. Сейчас вулкан тихо дремлет. В сердцевине находится главный грязевой кратер. Неторопливо изливает грязью. На обратном пути бухта Тихая. Сюда ежегодно приезжают тысячи туристов со всех уголков мира. Я хотел сюда заехать ближе к закату, но, приехав сюда, мы увидели, что здесь туманность. Очень холодно. Сейчас будем кушать камчатский краб. Смотрите, какой здоровый. Очень вкусный. База отдыха, квадроциклы и морские яхты принадлежат группе «Деньги для всех», которые инвестируют как собственные средства, так и средства инвесторов, как юрлиц, так и обычных граждан Сахалина. Мы занимаемся микрофинансовой деятельностью. Мы занимаемся нашей единственной компанией, которая занимается всей территорией Сахалинской области, это автолизингом и работаем мы с населением. Также у нас есть сеть салонов красоты, строятся гостиницы в Ахе. И в последние несколько лет мы активно занимаемся туризмом. Работаем как на свои средства, на заработанные, так и привлекаем деньги инвесторов. Мы развиваем нашу микрофинансовую компанию. У нас офисы по всему Сахали, но сейчас мы уже открыли офисы на Камчатке. Ждем туристов на нашем потрясающем острове. Приезжайте к нам, будем вам рады. Мы приехали на речку половить рыбки под названием Сима. Погода, дождь, плюс 7 градусов. Рыбалка дело такое, можно простоять весь день и ничего не поймать, наверное, как в нашем случае. Или будет большой улов, на что мы надеемся. Много было рыбы. А сколько можно поймать штучек? С японского языка слово Сима переводится как вишнёвый лосось. И это неспроста. В брачный период на теле рыбки появляются красные или малиновые полосы. Взрослая рыба достигает размера более 70 сантиметров и весом более 10 килограмм. Нерест Симы начинается в апреле и продолжается до конца июля. Сима, рыбка семейства лососёвых встречается не только в северных, но и в южных водах. Порыбачить, половить рыбу, любую, кунжу, подкаменку, форельку. Ловим на тампон. Продается в магазинах. Жила обычная. Ну, кто-то ловит на блёсна. Ну, тоже такая интересная рыбалка. Мне больше нравится на поплавок. Целый день можно простоять, дышать свежим воздухом, любоваться окружающей природой. И при этом, может быть, что-нибудь поймать. К сожалению, нам сегодня поймать ничего не удалось. И не только нам. Мужики там тоже уже уходят все по домам. Мы не расстраиваемся. Подходил я к местным ребятам. Они продают рыбку. Одна штучка 500 рублей. Сейчас Дмитрий нам покажет и расскажет. И разделает нам рыбу. И потом приготовит. Это будет вкусно и аппетитно. Эта рыба называется терпух. Водится в морях Охотского моря. Рыба жирная. Очень богата всеми витаминами, аминокислотами. Рыба делается без химии. Поэтому находится... Данная рыба должна быть в морозилке. При температуре от минус 18 градусов. Данная рыба готовится, значит, просто обжариваться. С двух сторон ни слить, ни перчить не надо. Все уже готово. Со стороны единственной шкуры надо аккуратно жарить. Почему? Потому что быстро подгорает. Ну и вид будет некрасивый. Со стороны мяса готовим сразу до золотистости. До золотистости. Если нет мангала, можно готовить в духовке при температуре 200 градусов. Готовится 20 минут дома. Помимо терпуга маринованного, мы выпускаем разные продукты. Ну, в данном случае вот. Это с палтус синекорой. Вот это пивные наборы. Это что? Обрезь животиков. Они еще жирнее. Значит, вот. Соломка киты. Соломка киты. Есть пивные наборы. Это тоже вот животики всякого рода. Есть еще терпух. Вот у нас терпух соломка. Также есть терпух филе терпуга. Просто нарезанные пивные наборы терпуга. Это кита брюшки. Теперь осталось продегустировать. Значит, вот товарищ Георгий Николаевич угостил нам на базу, сгостил его двор, как и пать. Значит, рыбу собственное производство. Терпух. Терпух получается маринованный. Я, кстати, вот на Камчатке прожил большую часть жизни. На Сахалине живу 26-го года. И, кстати, вот первый раз пробую жареный терпух. Значит, они его у себя на предприятии маринуют в термопаковке. И все, что остается нам потребить его, просто его вскрыть, пожарить его в течение 10 минут. И потом готов к потреблению. Обалденный товар, продукт. Сегодня у меня вертолетная экскурсия, обзорная по городу. Пролетим весь город, облетим горный воздух и, возможно, на маяк Анива. Привет передаю всей Камчатке. Полетим мы над городом Южно-Сахалинском. По центру зайдем, по улице Комсомольской. Полет над горным воздухом. Все прекрасные места, которые Южно-Сахалинска, мы сегодня посмотрим. Обычно туристов куда возите? Мыс Анива, мыс Великан, мыс Крыльон. Самые прекрасные, красивые места. Приезжайте к нам, мы будем очень рады. Конечно, красивые виды города можно было снять из дрона. Но здесь совсем другие эмоции. Ну, увидела свой город с нового ракурса. Вообще, очень красиво. Там пролетали над парком, над горным воздухом. Все очень красиво. Сегодня еще повезло с погодой, да? Солнце выйдет, потому что все эти дни были дожди, туман. Ну, так совпало. В первую очередь, это шум. Шумоизоляции там вообще, наверное, нет никакой. Нам давали наушники. Но уши закладывала. Мне понравилось, хочу еще. Вау, это было круто. Хотя полет не такой уж длинный, всего полчаса. Но за это время вы наслаждаетесь красотами и настоящим полетом над городом. Приехал в парк Гагарина. Сегодня будний день и столько народу. А уже на выходных обещает дождь. Так что сегодня погуляем. Детский парк аттракционов. Можно покататься на чертовом колесе. Парк очень большой. Я взял покататься на электросамокате. На этот мост любят приходить молодожены. Повесить замок и выкинуть ключ в озеро. Прокачусь на Одесской железной дороге. Цена билета 200 рублей. Отправление каждые полчаса. Время в пути 13 минут. Режим работы со среды по воскресенье. Это в летнее время. Вышли на станции Пионер. Здесь будем стоять 3 минуты. Вышли, оглянулись, посмотрели. И дальше поехали. До свидания. До свидания. Было бы хорошо, если бы вагончик был открытым. Ну и так хорошо. Мы на перевале по дороге в город Холмск. Здесь дорога с серпантином идет. Поснимаю. Холмский перевал. Известный также, как Сахалинский. В 45-м здесь велись ожесточенные бои. За портовый город Майокко. Известный сегодня, как Холмск. То есть город Холмск – это название, которое появилось совсем недавно. Только с 1946 года. До 1946 года названия менялись от Мауки, айнское название. Потом было японское Маока. И только в 46-м, повторюсь, было уже название получил город Холмск. Мы проезжаем озеро Тый, или по-другому Поляковское. Это искусственное озеро для нужд бумажного завода японского. Еще это озеро называют Тайным. Мы проехали на авто до станции 77-й километр. Дорога хорошая, гравийная. Проехали три речки неглубокие. Сейчас вышли на железную дорогу и пойдем пешком. Надо быть осторожным. Здесь водятся медведя и очень много годик. Идти по шпалам до чертова моста примерно 3 километра. Солнце сегодня, тепло 17 градусов. Мы добрались до конечной станции Чертов мост. Мост интересен тем, что вход в туннель идет прямо, и мы окажемся на самом верху. То есть здесь такая петля. Последний поезд здесь проходил в 1994 году. Длина туннеля 800 метров. Это уникальное инженерное решение, которое в свое время было известно на территории самой Японии. Дорога, которая соединяла город Маоку с городом Тойухара. Маоку – это Хомск, Тойухара – это Южно-Сахалинск. Вот эта железная дорога была построена с 1921 по 1928. Велось строительство этой железной дороги. На протяжении этих лет было построено 15 туннелей и 35 мостов, в которые входят как раз-таки Чертов мост и Ведьмин мост. Если соберетесь на Чертов мост, берите с собой фонарики, потому что темно, ничего не видно. Если у вас нет, как в нашем случае, то можно осветить телефонами. Мы вышли с туннеля и дальше идет тропиночка в следующий туннель. Следующий туннель, он небольшой, пойдем достаточно быстро и попадем как раз на Чертов мост. Дальше тропа ведет на Ведьмин мост. В 2007 году произошел пожар лесной и мост сгорел. Остались только железки, рельсы. Я думаю, что не стоит туда идти. Нам для картинки достаточно этого моста. Уникальность этого сооружения состоит в том, что когда поезд входил в туннель, в сопку, да, туннель был вырыт в сопке, он огибал сопку вокруг в виде петли и на самом верху сопки выходил из туннеля на сам мост. То есть высота этого моста около 38 метров. Достаточно высокая, я бы сказала, даже головокружительная высота. И вот сейчас я считаю, что вообще Чертов мост является, вот как у нас есть памятник, не памятник, маяк Анива, как визитная карточка Сахалина. Да, Чертов мост можно тоже причислить к одному из таких сооружений, именно как визитная карточка не только Сахалина, но и Хомского района. Существует легенда, связанная с постройкой вообще этой железной дороги. Для кого не секрет, что на Сахалин японцы свозили корейское население. И вот строительство железной дороги как раз-таки велось силами корейского населения. Существует легенда, то есть мы не можем сказать, что это была на 100% правда, но это легенда, что под каждой шпалой проложенного пути лежит один погибший кореец. Потому что условия труда, условия быта, условия жизни этих людей были крайне сложные. Это тоже не секрет. Об этом тоже есть документальные, есть документы, есть книги написанные на эту тему. С ними можно ознакомиться. Сегодня у нас морская рыбалка в заливе Анива. Ребята приехали, если ваши чебоксары будут нырять сейчас и поймают гребешка. Так, тебе сейчас холодно? Нет. Нет? Нет. Сейчас воды налет. Вод в костюм, все уже тепло. Даже жарко, наверное? Ну, сейчас будет жарко, да. Сейчас тело начнет отдавать тепло. Когда буду раздеваться, будет видно, как пары дыхают. Это Виктор сейчас набрал воды, туда шампунь, чтобы не прилипала кожа к костюму. И все, и погнал. Виктор пробует свои силы пока вокруг катера, потому что предыдущее погружение у него было в пресную воду. Здесь морская вода. Все на Сахалин, ребята. Как вам погружение? Нормально, отлично, водичка приятная. Хоть не солнечный день, но все равно не холодно. Что там нашел? Золото было? Ну, туслицы, ежики морские. Гребешка пока не видел. Иди. Где-нибудь в другом месте, наверное, посмотрим еще. Хорошо. По местам стоять, всяк разниматься. Едем на Любильское рыболовство. За Большой Камбалой. В район маяка. Корсаков. Что тут ловится? Будем ловить Большую Камбалу и Морскую Собаку. А вот здесь, на этом месте, что тут? Здесь можно поймать водолаза. Ха-ха-ха. Здесь у нас первая стоянка. Будем охотиться на гребешка. Вот это зашибись. Прямо свежий. Вот экология, смотри. Знаешь, что это такое? Ничего, как? Славенький. Обалденный. А вот если был свежий, то это вообще будет что-то щедрое. Когда вы его зажарите. Вообще, как в ресторане. Самый свежий. О, видал? Красота какая. Вообще, вот это надо за огонь. Конечно. Это, между прочим, это, сэш, это мидия. Мидия? Да. Ну, это паранайский было. А здесь, кажется, делают, как бы, рынок для себя делают. Ну, для на продажу, как бы, чтобы это. Чтобы быстрее ели. Ой, на дне вообще прям красота. Чего только нету, глаза разбегаются. Не знаешь, что брать, то ли это, то ли то. Вот. Видел двух хороших крабов. Решил на потом оставить, но не нашел сразу. И находит в порно сейчас, смотри. Находит в порно сейчас. А так, этот. Место классное. Сахалин, прикольно. Вот была мечта сбылась. Поплавать именно в Охотском море. Вот залив ванила. Исполнил свою мечту. Ребят, классно вообще. Супер. Вот, видел чего? Вот тебе тарелочка. Держи. Ты тарелочку искал? Все, туда сой и все. Это будто с тарелка. Мне кажется, услица Малышева сказала, это средство номер один. От мужской силы. Для мужской силы. Да, для мужской силы. На втором месте идет печень трески. И что-то он еще говорил. Просто пшист, ты еще там что-то называл. Я не помню. Но вот это вот номер один. Будете возить услицу на Москву. Хороший улов у вас на японский супчик. Сейчас вам такую рыбалку покажу. Век не забудете. Теперь подбирай слабину. Дальше давай. И так и все-то не останавливайся. Ну, что ты остановился? Я бы так не останавливайся, я сказал. Сахалина, Камбала. На краболовке. На краболовке. За все, что можно. За жабры, за яйца, за хвост. За жопу поймал. Здоровая. Давай, давай, давай. Ура! Вот, вот, вот. Сколько я тоже. И картошку при сделать. По-моему, терпит что ли? Терпит. Терпит. Вот, изошли, не подъехала. Капало! Крути, ручку крути! Ты еще не дожди. Давай, ты писай, напалду. Не действуй, как я прямо перед носом. О, собака! Падла, ес! Ес, падла! Да. О, хороший. Малюй. О, собака! Подожди, не спеши! Придержи, надежно! Дай сюда. Крути. А тебе поцелуйтесь с ним. Ребята, горный воздух. Конечно, не угадаешь с погодой. Сейчас идет дождь. А канатная дорога работает только по выходным. Зимой это работает и в будни. Но у меня сегодня только один день. Завтра я уже улетаю. Ски-пасс у меня остался еще с прошлой поездки. Билет на самый верх стоит 340 рублей. Конечно, зимой здесь не протолкнуться очень много народу. Даже в будний день. Если соберетесь подняться на самый верх, на горный воздух, то берите с собой что-нибудь для пикника. Потому что здесь кафе нет. Возможно, что скоро появится. Но пока нет. Тут, кстати, была смотровая площадка. Ее почему-то убрали. Может быть, что-то построят новое. Что-то мне не везет с горным воздухом. Когда я сюда приезжал зимой, здесь был очень сильный снег. А сейчас идет дождь. Третий раз надо приезжать сюда. Сахалин прекрасен в любое время года. Мне даже удалось в этот дождливый вечер встретить закат. Сахалин прекрасен в любом мире. Озеро Бусе или Лагуна Бусе. Это настоящий ресторан под открытым небом. Гастрономический рай для ценителей свежих морепродуктов. Путь от Корсакова до Бусе займет не менее часа. Местами дорога сильно разбита, поэтому лучше выбирать внедорожник. Озеро расположено в Корсаковском районе. Находится примерно в 120 километрах от Южно-Сахалинска. Ну что, ребята, мы прибыли на озеро Бусе. Немножко не повезло с погодой. Дует сильный ветер. Разобьем лагерь и пойдем уже на ту сторону, на лодке. Озеро является особо охраняемой природной территорией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью. Полный отлив здесь к трем часам. Мы как раз успеваем. Ехали сюда около двух часов. Промышленный вылов биоресурсов запрещен, поскольку объект имеет статус памятника природы областного значения. Длина озера составляет 9 километров, ширина 7. С морем озеро Бусе соединяется проливом Суслова, а в северной части протокой Оракуль. Пресная вода смешивается с морской, который попадает в озерную чашу через узкий пролив. Приливное течение через пролив приносит огромная масса воды из моря. В этих условиях создается идеальный микроклимат для жизни морских обитателей. Во время отлива туристы и жители острова собирают огромное количество моллюсков. Это дальневосточный трепанг, тихоокеанская устрица, приморский гребешок, мидия, травяная креветка, краб-волосатик, рак-отшельник, трубач, морской еж и многие другие. Это вообще необычно. Ты ходишь и просто как грибы какие-то собираешь. Морскую живность ползают разные гребешки. Можно их достать. Вот такие вот все слизкие. Крабики бегают. И это вообще очень круто. Я еще не знаю, где можно найти подобное, чтобы подобные эмоции испытать. В каком месте. На дне водоема растут целые плантации красных водорослей. Анфельция. Из рыб в озере обитает корюшка, камбала, кунджа, навага, налим, терпук, селедка и красноперка. На территории озера Бусе зарегистрировано 199 видов птиц. Из них 36 краснокнижных. После прогулки по берегу озера Бусе нагуляли аппетит. И сейчас нас ждет настоящий ресторан под открытым небом. Дорогие земляки сахалинцы, просто жители нашей приятной страны. Мы сейчас находимся на побережье Анивского залива. Мы пригласили Александра, решили устроить его гастротур. Насобирали мы в Бусе по отливу на устрачном острове устрицу. Также поймали семью, то есть устроили большой гастротур. И хотим всем сказать, мы отустраиваем гастротуру сюда. Вы можете пользоваться нашими услугами, вы можете приезжать сами. Это место вообще прекрасное, место силы. На столе свежедобытый гребешок. Мы просто собирали его на устрачном острове по отливу. Гребешок. Сашин любимый салат из лопуха. Это чисто сахалинская тема. Мы его правда купили в магазине, они сами делали. Вот, значит, мы сделали пятиминутку со свежей выломанности мы. Ловили мы ее на спиннинг. Вот, значит, салат из кальмара. Значит, у нас устрица. И вот сейчас у нас готово. Мы сделали уху. Ну что, ребята, я пробую гигантскую устрицу на Сахалине. Кстати, я заметила, что местные икру едят без масла. А мы всегда добавляем масло. То есть сначала хлеб покрываем маслом, тоненьким слоем. И сверху икрой. А здесь сидят вот так вот. Да Маша сейчас обалдеет. Ты такой вкусный выслиц. Да. Ну все, сейчас бери и выпивай вот это все вместе. По вкусу как слизь, да, должна быть? Нет, по вкусу шикарно. Все, пробуем. Это икра симы. Пятиминутка. У меня даже вкусовые сосочки. Все во рту активны. Не хватит и недели, чтобы посетить все значимые места на острове Сахалин. Поэтому принято решение посетить остров вновь. На этот раз затронуть север Сахалина. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. Ну а всем до скорого. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok